Его голосом говорил не только Минск. Страна, эпоха и сама история с известным диктором белорусского радио, выдающимся педагогом Ильей Курганом. Простились сегодня. Светская церемония на первой сцене Беларуси. В Купаловском театре Илья Львович служил литературным консультантом практически до последнего вздоха. Ушел из жизни в 93 года. Цветы от родных, друзей, коллег, учеников и поклонников. Слез никто не скрывал, но слова благодарности не скупились. Свою судьбу с профессией чтеца у микрофона заслуженный артист БССР связал 70 лет назад. «Вам не нужен Левитан, есть у вас Илья Курган», – сказал сам король дикторов Юрий Левитан, услышав бархатистый голос из Минска. Он звучал в национальном эфире почти полвека. Эталон. Того, как говорит, не дай бог там неправильно скажешь, неправильно что-то произнесешь, все ушедая линия. И в принципе, знаете, такой, как… А что сказал Илья Львович? А как он на это посмотрел? Ну, он всегда очень доброжелательно относился. В общем-то, всегда хотел сравняться. И то, что рядом со мной такой человек был, я считаю, что это моя удача вообще в жизни. Траурная церемония длилась более трех часов, а люди все шли проститься с кумиром. У каждого был свой курган. В столицу приехали земляки из Борисова. Именно там в 1926-м впервые прозвучал будущий золотой голос Беларуси. Родился Илья Эйдельман, настоящая фамилия диктора. Работу на радио мастер совмещал с преподаванием в Академии искусств и Университете культуры. Провожали профессора бесконечными овациями. Упокоился Илья Львович на северном кладбище Минска рядом с супругой и сыном. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...